Приветствую вас! С точки зрения профессионального ополкования сновидений история выглядит следующим образом. Три дня назад у вас начался определенный процесс, который запустился, скорее всего, еще раньше. Как правило, в течение двух недель эта история происходит. Т.е. вот три дня назад вам начались дни со сны. Ну, предположим, это было 16-е число, да? Т.е. вот, ага, сейчас я посмотрю календарик. Значит, 16-е число, это среда. Ну, вот примерно начиная со 2-го мая, да, вот начиная со 2-го мая, т.е. за две недели до среды 16-го, начиная со 2-го мая, что-то произошло. Т.е. вот за эти две недели произошли какие-то события, которые спровоцировали такую активность вашего подсознания. Т.е. возможно, вы почувствовали себя одинокой. Т.е. возможно, вы почувствовали, что нужно вам, ну, семью. Т.е. вот увидели других, например, женщин, да, увидели, например, других людей, у которых есть семья. Т.е. вот, и поняли вы, что тоже семью хотите. Т.е. вот. Т.е. интерпретировать сны, дело неблагодарное. Т.е. интерпретировать сны, дело, ну, я бы сказал, достаточно сложное, достаточно деликатное и малоэффективное. Т.е. поэтому, именно в контексте сновидений, именно в контексте сновидений, Т.е. наиболее эффективным методом является ассоциация. Т.е. чтобы вам понять, что лично ваш сон означает, Т.е. необходимо сделать следующее. Т.е. вот вы пишете, что три разных мужчин были влюблены в меня. Т.е. значит, первое, что здесь нужно сделать, да, первое, самое первое, что здесь нужно сделать, это определить, что за мужчина. Т.е. как вот вы их видите, этих мужчин. Т.е. какие они? Т.е. на кого они, ну, например, похожи, да, допустим? Т.е. похожи ли они на кого-то вообще? Т.е. да? Т.е. вот. Т.е. с чем они у вас ассоциируются? Т.е. мужчины, вот конкретно мужчины с чем у вас ассоциируются? Т.е. понятно, да? Т.е. может быть, каждый из них видится вам по-своему. Т.е. может быть, каждый из них имеет что-то общее для вас. Т.е. далее вы пишете, что они были влюблены в вас. Т.е. хорошо. Т.е. если они были в вас влюблены, то что это значит для вас? Т.е. что они были влюблены? Т.е. как мы себя чувствовали? Т.е. вот именно, ну, именно вот в этой позиции, что они в вас влюблены? Т.е. ведь заметьте, что не вы любили, да? Т.е. не вы любили, и заметьте, что не вы как бы, ну, хотели сделать, там, мужчину счастливым, например. Т.е. нет. Т.е. вы хотите, чтобы влюбились в вас. Т.е. ну, вам приснилось, что вы, что вас влюбили. Т.е. значит, если в вас влюбились, то вы это вы хотите, а значит вам это для чего-то нужно. Т.е. вот и давайте ответим себе на вопрос, давайте ответим себе на вопрос. Т.е. для чего вам это нужно? Т.е. что для вас это означает конкретно? Т.е. что конкретно означает для вас тот факт, что в вас влюбились? Т.е. с чем ассоциируется у вас это чувство, это ощущение? Т.е. вот. Т.е. конкретно с чем ассоциируется? Т.е. подумайте. Т.е. первая ассоциация, именно первая ассоциация, которая приходит, первые две, может быть, ассоциации, их можно опустить. Т.е. потому что они, ну, это привычная модель, это привычная, это шаблонная, это стереотип. Т.е. вот. Т.е. Т.е. что значит? Т.е. подумайте дальше об этом. Т.е. подумайте дальше, что это означает для вас, и означает ли что-то это для вас? Т.е. значит ли для вас это вот, ну, это влюбленность? Что-то. Понимаете, да? Зачем я депрессу? Дальше, одних из них, один из них даже сделал мне предложение с колечком. Обратите внимание на то, как вы пишете с колечком. То есть не с колечком, не предложение, а с колечком. Вы хотите получить колечко? Вы хотите получить предложение? Предложение о замужестве. Значит, здесь, опять же, с чем у вас ассоциируется предложение? С чем у вас ассоциируется колечко? Вот, вспомните. Вспомните это все. Вы сможете вспомнить? Я вам более чем уверен. Вот, и подумайте. То есть еще раз прокрутите вот в сознании вот то, что вам снилось. Прокрутите в сознание эти аспекты. Вот. И прочувствуйте все ассоциации. С чем ассоциируется у вас колечко? С чем ассоциируется у вас предложение? С чем ассоциируется у вас? Ну, может быть, да. Может быть, замужество там и так далее. Вот. С чем конкретно это у вас ассоциируется? Вот. Вот. Это то, что вам нужно для себя понять. И только увидев ассоциации, причем не первые, да? То есть не первые две, может быть, даже не три. А дальше вы поймете, что для вас означает этот сон. Поймете сами. Вы. Не мы, а вы. Не мы дадим вам понять, что значит сон, а вы дадите себе сами четкое понимание, что это за сон. Знаете? Потому что, ну, интерпретировать можно сколько угодно, да? То есть мы можем интерпретировать это как угодно, но по большому счету наша интерпретация, это наша интерпретация. А сон то ваш. И поэтому я думаю, что будет здорово, если вы вот, ну, если вы определите именно сами, вот если вы сами определите, что сон для вас нажит. Вот. Значит, с такой вот, если вспомнить с точки зрения, да, то совершенно очевидно, что вам нужна, вам нужна семья и замужество. То есть многие женщины, они хотят семьи и замужества, вот, хотят выйти замуж. Но история здесь одна, ну, как бы, один из моментов этой истории заключается в том, что, видимо, видимо, вот, видимо, по ряду причин вы не можете построить семью. То есть вот, ну, у вас не получается. Опять же, то, что вам мой коллега, в принципе, сказал, мои коллеги вам сказали, то тут как бы, ну, хотя лично, мне кажется, что дело здесь совсем не в этом. То есть, ну, на мой взгляд, это слишком, знаете, это слишком, слишком, может быть, элементарно, да, может быть, это слишком, слишком банально, может быть. Понимаете, вот, на мой взгляд, это слишком банально. Вот. Поэтому я думаю, что здесь всё-таки история несколько более, ну, более глубокая. То есть понятно, что у вас, может быть, не получается выстраивать отношения. Может быть. Вот. Это, скорее всего, так. Да. Скорее всего, скорее всего, у вас не получается выстраивать отношения с мужчинами. Вот. Но вопрос заключается не в том, что у вас не получается. Вы и так знаете, вы знаете, в каком состоянии находится у вас отношения сейчас с мужчинами. Вот. Вы это знаете? Дело в том, почему не получается. Понимаете? Вот с чем дело. Предело в том, что именно не так с вами. Вот. Что не так с вашей, может быть, женской моделью поведения. Вот если этот аспект, эм, увидеть, если этот аспект проанализировать, то, возможно, возможно, вам станет чуточку яснее, значит, что происходит. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.